Трудно не назвать женщин меркантильными, глядя, как Тоня выпрашивает новую шубу. Точнее, просят, чтобы и старой, зимней, помогли вычесать лишнюю шерсть. Правда, помочь ей в этом желающих не находится. Самка известна своим суровым характером. В день, когда она появилась в Велесе, все остальные медведи попрятались по берлогам. А ближайший сосед Потапыч так хотел сбежать, что сломал себе лапу. Но от любви не убежишь. Было видно, что они по-доброму друг к другу стали относиться. Весна, наверное, все-таки действует. И поэтому я взял да открыл калитку между ними. Итак, благодаря природной сообразительности и пользуясь расположением сотрудников реабилитационного центра, Тоня получила жилплощадь вдвое большего размера, собственную ванну и огромного мишку. У медведей инициативу к знакомству всегда проявляет самка. Для того, чтобы представить, насколько это сложно для нее, надо понимать, что механизм сбегания самца базовый закреплен гормонально. Она не боится его по силам, они примерно равны. Но, сохраняя дистанцию для того, чтобы защитить потомство, к сожалению, у медведей распространен каннибализм. Но Тони у нас девушка решительная, к тому же нет никакой возможности для того, чтобы устоять перед обаянием вот этого медведя. Потапыч, даже сидя выше, стоящий на задних лапах Тони. И терпение его столь же огромно. В семейной жизни пригодится. И, возможно, следующей весной в Велесе появятся не подброшенные, а собственного разведения медвежата, которых надо будет куда-то девать. У нас хорошая практика выпуска медведей, медвежат. И из неволи тоже мы уже выпускали на где-то штук пять. Они очень хорошо приживаются после мамы, ну, выкормленной мамой. Поэтому у нас проблем с этим не будет, да? Пусть их потомство живет на воле. В течение нескольких ближайших месяцев на свободу выйдут пять медведей, два лося, лебедь, аисты и совы. А вот с этим еще не все понятно. Щенка, похожего на волка, подобрали в лесу и назвали волком. Но кто он на самом деле, неизвестно. Сотрудники центра ждут заключения специалистов. Малыш пока на всякий случай учится ходить на поводке. Юлия Васильева, Тимофей Чехмарев и Максим Лапин. Вести Петербург из Ленинградской области. Субтитры создавал DimaTorzok